Братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня желание мое вместе с вами открыть книгу Священного Писания. Это книга-притч, 31 глава, и мы прочитаем несколько мест из этого Писания. Мы читаем с 29 текста, 31 главы. «Много было добродетельных жен, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Наверное, нету сегодня в жизни человеков, сыновей, дочерей, более значимого слова и важного слова, как «мама». И даже в наше время, время такое неспокойное, время, когда хаос правит миром, и многие люди находятся во тьме, в незнании, ценность мамы остается по-прежнему высочайшей. Слава Богу, что в нашей жизни Бог нас проводил. Мне бы сегодня хотелось, братья и сестры, обратиться к нашим сестрам, к матерям, и не только к ним. Мне хотелось сегодня поговорить и с сынами, и дочерями. Что-то общее у нас есть сегодня, тогда, когда мы находимся в Доме Господнем. И это общее, которое бы мне хотелось оставить в жизни матерей и детей. Одно слово. Преуспевай. Преуспевай. Мы с вами прочитали «Жизнь с женщиной». Сегодня даже теологи рассуждают об этой главе и не знают, куда ее отнести. Отнести ли к матери Соломона, или это какая-то другая женщина. Суть не в этом. Куда мы ее поставим? Она сегодня на страницах Священного Писания. И она достойна того, чтобы мы сегодня потрогали страницы Священной Истории для того, чтобы чему-то научиться. Если коротко о ее жизни, вот 31 стих здесь. Кто она такая? Есть одно слово. Она преуспела. Я бы хотел, чтобы не только сегодня наши матеря преуспевали. Я, как отец, я, как дедушка, имеющий внуков, хотел бы, чтобы в этом преуспевали и дети, и сыновья, и дочери, и внуки, и внучки. Братья и сестры, преуспевать нужно не только в спорте. Ну, там соревнуются люди, добиваются успехов. Преуспевают люди на производствах. Этим определяется их вклад и зарплата. Ну, какое это слово, и как оно может сегодня соотноситься с жизнью святых божьих людей, христианок и ее потомство. Очень просто. Вы знаете, очень много казусов мы можем с вами находить, как делать не надо. Я не буду сильно много говорить об этом. Вы помните, Горький Алексей Максимович написал книгу «Мои университеты». И это горькая история у горького человека. Там есть много вещей в литературе, которые касались его и участникам которых он был. Но сегодня не об этом мы говорим. Мы говорим о том, что успех в христианской жизни предопределен изначально на страницах Святой Книги Библии самим Богом. Поэтому успех мы ожидаем в семье при успевании от мамы и от тех, кому она служит. Что же такое слово «успех», чтобы нам его правильно понять? Давайте запомним это слово. Это постоянное стремление стать личностью, какой Бог хочет видеть нас. Чтобы выполнять те цели, которые Бог помог поставить, смог поставить перед тобой. Не как бы и что-нибудь, а есть определенные, поставленные Богом цели, братья и сестры. Преуспевать – это значит добиваться успехов во всех своих начинаниях и даже в материнстве. Мы сегодня пели, нам рассказывали в стихотворениях о том, что значит быть преуспевающим человеком. Вот смотрите, как Писание говорит о том, что это библейское обоснование. Третье послание Иоанна. Второй текст. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа». Вот в этом тексте, который возлюбленный апостол Иоанн оставляет для нас, заключается намного больше, чем только родительский долг или материнское наставление. Он говорит о том, что этот человек был больной. У него было много недугов в его жизни, но, несмотря на них, он был преуспевающим человеком. И в деле труда, забота о своей семье, и как гражданин своей страны, и как верующий человек, он отмечает, душа его была преуспевающей. Мы с вами прочитали и женщина тоже, о которой речь идет. Написано много жен добродетельных, но ты превзошла их всех. Ты выше всех. Ты достигла невероятных вершин, которые может достигнуть и снискать себе женщина, мать христианка. И поэтому мы тоже смотрим о том, что наш брат по вере, возлюбленный, о котором пишет на страницах священного писания Иоанн, что он преуспевал. И он говорит, я хочу, чтобы и многие другие обстоятельства, они были бы такие же, как преуспевает твоя душа. Братья и сестры, процветание, преуспевание, успех, они даются нам от Бога в нашу жизнь. Без Бога, без Его благодати мы обречены на неуспех, на многие затраты. Мы истощим себя в силах, и мы не сможем достигнуть этого, потому что преуспеть можно в бизнесе, преуспеть можно социально, и при всем этом успешном мы можем понести потерю в нашей собственной семье. Вы вспомните, эта трагедия была, я спрашивал недавно моих детей, они посетили музей, и они видели историю, которую им показывали за Давида. Давид был преуспевающим царем, он собрал рассеянный народ, он устроил государство Израиль, он добился очень многого, но, несмотря на его достижения, он терял близких ему людей. Как отец он проигрывал. И это были тяжелейшие потери для него. Вспомните этот плач, которым он плакал. «Сын мой, сын мой, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Давид никогда не мог оценить, что забота, якобы в кавычках забота, его воинов, командиров о нем, что ты для нас лучше, дороже, ценей, чем половина из нас. И они ему легко повели по ложному пути. «Если ты падешь, это будет потеря, но скажи слово, и мы выполним». Вы помните? И он говорил эти слова. Проходили сотни, проходили тысячи, и в уши всех Давид вкладывал слова. «Сберегите мне сына моего Ависолома». Но случилось так, как случилось. Приходит вестник и говорит, я там видел того, кого вы ищете. Где? В лесу. Между небом и землею повис на волосах головы своей. «И что ты ему сделал?» Говорит командир тысяч израильских воинов. «Ты его не поверг на землю?» «Нет», – говорит. «Я слышал, как в уши всех нас говорил Давид о том, что сберегите его». Что случилось потом? И Ав расстрелял этого, беспомощно висящего между небом и землей человека. А людям понравилась эта необычная цель. И они, натягивая свои луки, изгрешетились стрелами этого сына. Братья и сестры, враг остается врагом сегодня. Если не мама, если не папа, если не вместе, кто-то будет учить наших сыновей и дочерей. Вот, пожалуйста, посмотрите, есть еще одно такое место, которое записано в 30-й главе. Это тоже человек, который не из народа, напрямую Божьего народа. Но вот его история, посмотрите, что собой представляет сегодня ребенок, дитё, сын наших надежд несбыточных. Вот, посмотрите, как о нем написано. Второй стих. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею». Братья и сестры, не удивляйтесь этому. Наши дети приходят к нам открытые. У них открыты все двери на этот мир. Я даже в какой-то степени думаю, вот когда мы смотрим, как за наседкой бегут цыплятки. Вы видели это? Или как утка ведет выводок свой к воде, а они за ней бегут. Но есть казусы, которые очень важны для нас. Возьмите сегодня просто какую-то обувь или бревешку и поведите перед утятами, а они за ней пойдут туда, куда вы потянете эту чурку. Они открыты. И очень важно, чтобы мама преуспевала, передавая истины Божьи своему сыну или своей дочери. Братья и сестры, эти уроки, которые дают нам матеря, они очень важны для нас. Почему? Потому что это не пустое для нас. Это заповеди Господни. Потому что без наставления, без попечения дети погибнут. Писание говорит, наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится, даже когда состареет. А когда нету возможности побыть с ними, тогда он провалит экзамены. Наши семейные университеты не помогут им. Как преуспеть в этом? Братья и сестры, вторую мысль мне хотелось сказать о том, что мама имела у себя сына. И сын уже был немаленьким. Он вырос, и впереди его ожидал царский престол. Он должен был стать отцом народа своего. И вот посмотрите, как мама выполняет свой долг. Об этом мы с вами читаем. Смотрите, первый стих. Лемуил, царь. Что это имя значит сегодня для нас? Посмотрите. Посвященный Богу мальчик. Мы сейчас видели здесь Виталия, Жанну и их маленького Каспиан. Посмотрите, у этого тоже имя. Что оно значит? Посвященный Богу. Принадлежащий Богу. Созданный для Бога. Еще одна особенность этого имени. Дар от Бога. Какие мощные, сильные имена. Не так ли? Да и по-другому не может быть. 126-й Псалом говорит. Вот дети. Награда от Господа. Это не наше. Это Бог нам дал сыновей и дочерей. Братья и сестры, еще скажу одну особенность. Вот за то, что Бог нам дает, нам нужно будет отчитываться. За наших жен, братья. Мы подотчетны пред Богом за тех, кого в нашу жизнь послал Господь. За наших жен, за наших матерей, за наших сыновей. За все наши упущения, которые могут случиться в нашей жизни, мы с вами подотчетны. Поэтому, если мы помним об этом, нам необходимо в этом пребывать. Второе, что мы видим здесь, она в посвящении своему сыну должна преуспеть. Ее глубину любви. Глубина любви матери. Посмотрите, как здесь написано. Что сын мой? Что сын чрева моего? Что сын обетов моих? За этими словами сегодня кроется материнская жажда к благословению ее чада. Ведь вы подумайте, ребенок и мать, они связаны друг с другом. Находясь в утробе, он дышит посредством мамы. Он питается посредством мамы. Он радуется точно так и переживает, как мама переживает. Взволнован дух матери, и ребенок начинает беспокоиться. Не так ли? Вы знаете все это? Посмотрите. Она просила когда-то о своем сыночке. Она выносила его. И заметьте, она дала не обет. Она говорит, это сын обетов моих. Как это похоже сегодня на наших матерей? Когда они смотрят на свое чадо, смотрят на его беспокойство и недуги. Или наоборот, когда он растет. И как она хочет. И много раз его посвящает и посвящает пред Господом, братья и сестры. Вот здесь написано, что у семьи, у своего сына стоит мама. Библейское учение, оно говорит о том, что рядом с сыном всегда должен быть отец. Но по какой-то причине об отце здесь не сказано. Мы сегодня живем век, о котором я хотел бы тоже напомнить сегодня, когда отцы самоустранились от воспитания своих детей. Для них есть вещи намного важнее. Это заработать, это принести полученное в дом свой. Вы знаете, что сегодня трагедия, это не только Россия, это брошенные сыновья и дочери на улицах наших городов России. Но если бы я только туда смотрел, как русский человек. Братья и сестры, не лучшее состояние сегодня в Америке. При живых отцах дети брошены и без наставления. Мы с вами 2-е и 3-е стихи прочитали 30-й главы. Это исповедь человека, который должен стать лидером. А он говорит, меня никто не учил, и я абсолютно не знаю, как мне быть. Слава Богу, у того человека, о котором мы с вами говорим, была мама. Мама, которая имела что-то. И заметьте, не только имела, а она была боящейся Бога матерью. И она передавала своему сыну многие вещи. Она говорила им правду жизни о том, что, сынок, много есть подделок в этой жизни. Есть тысячи подделок, фальшивок. И есть только одна истинная любовь. Если ты увидишь женщину, то посмотри, я прошу тебя, она пишет ему, «Не подходи близко к ней, убегай подальше». Потому что опасно быть на ее стезях, на пути с ней. Много поверженных многих людей, сильных женщиной. И она говорит, сынок, есть только одна. И кто найдет эту женщину, цена ее выше жемчугов. Будь осторожен. Не возьми фальшивку. Не дай себя провести. Эта опасность существует. И она говорит ему, своему сыну, предупреждая об этом. Посмотрите, какие горькие плоды имел в своей жизни, ослушавшись сам царь Давид. Или Соломон, мудрейший из всех живущих на земле людей, сколько он претерпел и даже потерял царство. Послушайте этот вердикт, когда Господь говорит ему, «Раз так это делается у тебя, то вот я возьму от тебя десять колен и отдам рабу твоему. А ради Давида отдам тебе только два колена». Это наказание. Это печальная весть, которая могла сегодня стоять на страницах Священного Писания. И мама, она своего сына, наставляет, братья и сестры. Посмотрите, как здесь написано. Псалом 21, 10-11 стихи. «Но ты, кто вывел меня из утробы матери, ты вложил в меня упование у груди материнской. С рождения я на тебя оставлен, и от шлева матери моей ты мой Бог». Братья и сестры, драгоценния истины нету, драгоценния подвига, который бы мы могли совершить, как родители в жизни своих детей. Вот то, что переживает псалмопевец, нету. Это подвести наших детей к Господу через Писание, чтобы они нуждались в Нем, чтобы они искали Его, и это делала мать. Братья и сестры, даже тогда, когда матеря, жены, сестры, даже тогда, когда вы остаетесь одни, даже тогда, когда человек, который должен нести всю тяжесть, он может оказаться в стороне. Я знаю, что это такое. Тогда тот, кто остается в семейной ладье, ему приходится в два раза тяжелее грести. Но не падайте духом. Не падайте духом. Тогда, даже когда вы остаетесь один на один с сынами и дочерями, Писание говорит, труд ваш не тщетен. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Передавайте то, что Бог повелел, потому что это вечные истины, которые могут единственно удержать перед погибелью наших сыновей и наших дочерей. Поэтому пусть Бог вам поможет, братья и сестры. Есть еще одна особенность, братья и сестры, у этой женщины. Она не только преуспевает в своей работе, в своем попечении о сынах и дочерях, братья и сестры. Она преуспевает в любви и заботе к своему мужу. И это не пустое. Вы помните, как святой апостол напоминает женам, чтобы они через старец были вразумляемы любить мужей и любить детей. Вы знаете, когда бывают такие вещи в семейной жизни, когда женщина родит детей, мальчиков, девочек, и она настолько охвачена служением своим чадом, что она забывает о муже своем. И вот тогда старец, умудренные опытом, прошедший путь, они должны учить молодых женщин, матерей, чтобы они не оскудели, не отвернулись от тех, с кем связаны они узами Господнего брака. Братья и сестры, для нее муж – это драгоценность. Мы с вами прочитали 10 стих. Цена ее выше жемчугов. Вот для мужа так описывает состояние эта женщина. Но заметьте, что она драгоценное, сокровище для ее мужа. заметьте, что ни в чем и ином не может быть сердце мужа уверено, как только в ней. Посмотрите, третий стих. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Этот текст говорит, по крайней мере, о том, что ей известны напряжения в семье. И в семье действительно нельзя спрятаться, нельзя укрыться, потому что там, как нигде, мы обнажены во всех своих негативах. Но заметьте, у этой женщины, кроме того, что она заботится о своей семье, а заботится о своем муже, написано, она воздает ему добром, а не злом. Знаете, как сегодня говорят, ответка пришла. Вот, если вы смотрите, слушайте сводки, то, что происходит на земле Украины, и говорят, им пришла ответка, ты мне, а я тебе. Не будь побежден злом, а побеждай зло добром. Братья и сестры, я хочу, чтобы сегодня наши мамы, наши жены преуспевали в этом. Потому что если зло начнет побеждать нас, мы погибнем. 1 Петра 3, 9 написано, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Кто любит жизнь, кто хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла. Это огонь. И огонь этот может сжечь все и много принести. И чтобы этого не случилось, эта женщина, поставлена нам в пример, она преуспевает и она молчит, когда можно было бы поговорить. Но она тушит этот пламень огня. Она не воздает ему, она не отвечает, она уклоняется, у ней есть что сказать. Посмотрите, мы с вами читаем 26 стих. уста свои она открывает с мудростью и кроткое наставление на языке у нее. Братья и сестры, кроткий язык переламывает кости. Он успокаивает боли, он успокаивает вражду, и она это делает. Почему? Она любит своего мужа. Братья и сестры, подумайте еще о том, вот по-человечески это правильно, но когда мы смотрим, как любит Бог нас недостойных, тогда мы можем укрепиться, быть мотивированы к тому, чтобы правильно нам проживать в этой жизни. Братья и сестры, слава Богу за то, что здесь есть. Она печется о своем муже. Братья и сестры, написано о том, что муж ее известен, он находится у ворот города вместе со старейшинами города. Братья и сестры, и не только эта разумная жена, это венец для мужа своего. Братья и сестры, когда мы смотрим на другие стороны жизни, где она еще преуспевает, это, посмотрите, это сфера, где проходит большая часть ее жизни. Посмотрите, здесь очень много вот этого местоимения, которое говорит о ней. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни. 13 текст. Она добывает шерсть и лен и охотно работает своими руками. Она как купеческие корабли издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем в урочное служанкам своим. Она задумает о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Она припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо и светильник ее не гаснет ночью. Протягивает руки свои к перялке. Персты ее берутся за верхино. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится она стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Она делает покрывало и продает поясы и доставляет купцам финикийском. Крепости красота одежда ее. Весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает скротостью, кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Братья и сестры, это классический пример. Вы заметили, что это требует немалых сил, и она находит в себе эти силы для того, чтобы служить своим. Братья и сестры, Писание говорит, кто не заботится о своих домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Посмотрите, она преуспевает в служении своим домашним. Братья и сестры, сегодня иногда бывают перекосы, нет балансировки, когда люди что-то делают вне дома и забывают о своем доме. У ней все здесь сбалансировано. У ней есть все то, чтобы дать нуждающимся послужить бедным и нищим и убогим. Заметьте, она это делает. Почему, братья и сестры? Потому что она старается. Если нету в нашей жизни старания к достижению наших целей, мы проиграем с вами. Мы будем не первыми, мы остановимся в своей заботе, но Писание нас поощряет к этому. Посмотрите, второе послание Петра, первая глава. Апостол советует верующим, братьям и сестрам, то вы, прилагая к всему все старания, добавьте к вере вашей добродетель. А потом написано, и в ком есть это и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа. Когда ты устаешь, когда ты изнемогаешь на пути исполнения своего долга, не забудь позвать того, кто укрепит твои силы, кто встанет рядом, потому что написано в книге Библии, я поддержу тебя, я помогу тебе. Братья, сестры, это слово сегодня нужно не только нашим матерям, это нужно сегодня и детям. представьте себе, с одной стороны, мама радуется тому, что я все сделала, я все передала, урок я провела, я сказала все, что нужно, чего мама ожидает ответа от сынов и дочерей, что они правильно поступят в жизни. Братья, сестры, эта женщина, которая стояла у судьбы своего сына, она достигла, я вам скажу, достигла, почему мы узнаем, читайте первый стих, это говорит тот, кого научила, он помнит, что мама говорила, братья, сестры, и мы должны с вами быть уверены, что наши слова, они легли не только в ухо, а в сердце и в разум. я хочу, хочу пожелать сегодня женщинам, матерям в нашей церкви успехов на пути исполнения Божьего поручения. Дети, сыновья и дочери, внуки и внучки, все, кто сегодня в Доме Божьем, я хочу вам пожелать успешно проходить эти тесты и пусть во всем этом имя Господа будет прославлено. У нас есть время для молитвы. Помолимся Богу. Аминь. Аминь. Продолжение следует...